Мы же орган, который отвечает за стабильное состояние институтов и за регулирование, то есть создание правил, по которым они работают, и отслеживание этих правил. Поэтому население не видно, это наша сфера деятельности, поддержание здоровья этого института и его развитие. Автоматически из этого вытекает защита прав инвесторов, то есть через механизмы регулирования. То есть мы требуем, чтобы там, например, ПИФы раскрывали свою инвестиционную декларацию, предупреждали о рисках. Или требуем, чтобы эмитенты, которые выходят на рынок, а их ценные бумаги покупают, в том числе физические лица сейчас, чтобы они раскрывали информацию о своем финансовом состоянии и о прочих событиях, которые могут повлиять на оценку ценных бумаг этих компаний. Вот это, собственно, наша компетенция. То есть мы создаем рынок и обеспечиваем защиту прав через регулирование. А непосредственно к населению мы не обращаемся. У нас нет полномочий выходить на какие-то отношения с домашними хозяйствами. Мы лишены таких полномочий. В общем смысле квалифицированный инвестор это тот или физическое лицо, или юридическое лицо, кто работает на рынке, то есть покупает или продает ценные бумаги. Кто способен оценить риски. То есть есть некоторая информация, позволяющая нам судить о том, что это лицо способно оценить риски от своих инвестиций. Те, кто не способен, это неквалифицированный инвестор. Это можно определить через описание этих лиц в законе или в нормативном акте. Ну понятно, что профессиональные участники рынка ценных бумаг, то есть брокеры, управляющие компании, они, конечно, безусловно, способны оценить риски. Собственно, они так и созданы. А физические лица, есть разные, есть физические лица, которые через интернет-торговлю, например, самостоятельно заключают. Ну с использованием, конечно, посредника, напрямую на биржу они не могут выйти, они выходят через брокеры. Но они самостоятельно заключают сделки, самостоятельно принимают решения. Это вот пример квалифицированного инвестора физического лица. То есть мы просто в нормативном акте попытаемся описать требования, выделяющие квалифицированного инвестора. Самое простое решение, которое, кстати, применяется в зарубежной практике, это когда такой инвестор самостоятельно пишет официальную декларацию о том, что он способен оценить риски от своих операций. Тогда он причисляется к квалифицированному инвестору. Это будет потом иметь значение в случае судебных разбирательств или каких-то других официальных процессов, связанных с, скажем, нарушением его прав. На сегодня фактически эта проблема решена в том смысле, что тот, кто ощущает себя неквалифицированным инвестором, я говорю пока ощущает, потому что нет официального механизма разделения, он может воспользоваться услугами профессионального участника рынка ценных бумаг, то есть квалифицированным инвестором. Например, отдать деньги в управление или вложить деньги в паевой инвестиционный фонд. Я просто пример привожу. То есть возможность есть инвестировать и неквалифицированным инвестором. Но он, соответственно, будет руководствоваться уже инвестиционной декларацией этого организации, услугами которой он воспользовался. И, соответственно, риски будут там поделены. Что касается образования, то на сегодняшний день в России, в общем, существуют институты высшего образования, которые дают образование, в общем говоря, финансовое, но в частности и узкоспециальные некоторые вещи тоже преподаются. То есть можно получить формальный диплом. В принципе, закончив такое образование и получив диплом, человек будет, безусловно, квалифицированным инвестором. Потому что этот диплом заставит его сдать целый ряд экзаменов, в которых как раз все текущие институты изучаются финансового рынка правила. То есть фактически он станет квалифицированным инвестором. И, кроме того, существует еще система аттестации. По закону эта система аттестации является прерогативой Федеральной службы по финансовым рынкам. И мы выдаем аттестаты, которые квалифицируют специалиста уже по направлениям. Например, брокер, дилер или специалист по дипозитамной деятельности, специалист по регистрации прав собственности в реестрах. Но это скорее не образовательный механизм, а это скорее механизм допуска к рынку специалистов. То есть это такая форма пруденциального надзора, что ли, за некоторыми. Такая странная немножко форма пруденциального надзора над участниками рынка. То есть, в принципе, в России образование можно получить, а многие из-за границы его получают сейчас. У кого возможности есть. Регулятор, он же не регулирует поведение инвесторов. Он защищает права инвесторов и регулирует рынок. Он как бы на страже интересов инвесторов стоит. А воспитывать инвесторов или их образовывать, это не наша задача. Ну, во всяком случае, у нас такой задачи, как вы сказали правильно, по положению, в федеральной службе нет. У нас есть единственная задача – аттестация. Но это тоже форма, на самом деле, защиты прав инвесторов. То есть это форма допуска физических лиц к организации профессиональных инфраструктурных организаций. То есть там брокеров и так далее. Вот здесь у нас какие требования. И мы через эти требования защищаем права инвесторов. В принципе, можно, конечно, ставить такую задачу, как публичное образование. Но это не наша сущностная функция. Ну и что касается, скажем, регулятора Великобритании, то они там сами тоже этим не занимаются. У них биржи создали институт «Ценный бумаг», так он называется, который занимается образованием специалистов. Но, опять же, он нацелен в основном на образование будущих работников, профессиональных участников ВНК «Ценный бумаг». То есть там они получают образование и идут потом работать. Мы как раз хотим сделать первый шаг, связанный с квалифицированными инвесторами. Чтобы четко совершенно заставить все организации, которые работают с потребителями, более четко выражаться. Потому что когда квалифицированный инвестор, здесь требования мы не можем вводить очень большие. Потому что мы понимаем, что мы просто мешаем развитию рынка, там профессионалы работают. Но в случаях, когда они будут общаться с неквалифицированными инвесторами, чтобы вот такие потребители услуг информировались гораздо более полно о том, что же им на самом деле предлагают. Ну а что касается сравнения, в Соединенных Штатах почти 100-летняя история развития финансового рынка. В России по существу мы имеем пока с натяжкой 15-летнюю историю. С натяжкой. С небольшой натяжкой. То есть, понимаете, это накладывается в отпечаток и на поведение компании, и на несовершенство самого регулятора. Его как бы неполная развитость в этом смысле. Это реальность, мы это хорошо понимаем. Пробел, который существует у нас, но это связано, видимо, с будущим развитием вот такого органа, как наш. Да, во всех регуляторах, в развитых, есть консюмер-комитет, то есть комитет потребителей. Это, как правило, законом установлено. Это некий общественный орган при регуляторе, который наделен определенными полномочиями. Скажем, такой комитет рассматривает все нормативное регулирование, которое издается регуляторам. И дает свои предложения и замечания. Регулятор вправе принимать, не принимать. Но если регулятор как бы игнорирует интересы этого комитета, то он может пожаловаться в казначейство. И казначейство будет, оно как бы является органом, которому подотчетен этот регулятор, будет требовать в том случае, если это необходимо, вплоть до отстранения от должности руководителя. То есть там созданы механизмы, которые для обратной связи. Есть консюмер-комитет, есть комитет профессиональных участников. То есть связь с профессиональными участниками, то есть интересы рынка и связь с потребителем. Интересы потребителей. Вот у нас интересы потребителей действительно не представлены. У нас как бы законодательно вообще не предусмотрено такого института. Потому что если он будет чисто общественным образом создан, он не будет иметь значения. То есть люди будут понимать, что они могут собираться что-то говорить, но мы не обязаны вообще реагировать на это. Хороший руководитель может быть будет реагировать, а другой и не будет. Поэтому интерес будет очень маленький. Но это вопрос будущего. И мы предлагаем развивать регулирование на финансовом рынке вот именно таким образом, как это сделано во многих странах. То есть немножко менять статус органа и создавать такие комитеты. Продолжение следует...